Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Перед тем, как сейчас дегустировать всех этих иностранцев, я все-таки буду сначала пробовать свои. Вот у нас томат ранний 83, он очень хорошо поспел и дружно, и как игрушечки, красивые плоды. Вот это ли не томаты? Извиняюсь. О, телефон. Сейчас будем его дегустировать. Три красавца сибирских сорта. Вот остался у нас ранний 83. Этот рос в теплице. Есть тоже растет на улице. Вызрел в начале июля и там, и там. Очень декоративные плоды. Я вот уже разговариваю, я говорю, ну прям как игрушки, как будто те, которые продаются в магазине. Но только у нас они не те, которые в магазине, они мягкие, хорошие, вкусные, ароматные. Сейчас мы их будем дегустировать. Про характеристики. Это тоже раннеспелый, для открытого грунта, но можно выращивать и в теплице. Вот этот рос в теплице. Детерминатный, штамбовый, 50-60 см. Плоды красные и плоскоокруглые. Видите, они немножко как бы вот так вот. Не совсем круглые, как шарики. Но плоды гладкие, как я уже говорю, очень красивые. Товарный вид у них идеальный. У них нет никаких уродливых. У них никогда нет махровых цветков. По крайней мере, ни разу в жизни я не встречала. Вес 80-150 грамм. Он не крупноплодный. Вот эти вот, наверное, по 80. Это грамм 150-160, не больше. Вкусовые качества у него хорошие. Обыкновенный такой томат. Без каких-либо там... Сейчас я разрежу. Дружно отдает урожай. Хорошо можно перевозить его. Вот они такие, как игрушки. Они транспортируются. И универсальное назначение. Можно кушать в свежем виде. Можно солить. Для заготовок. Вот такой красавец. Ранний 83. Сейчас еще на разлом сделаю. Чтобы посмотреть. Но уже видно, что вот этих стерженьков у него нет. Которых все боятся. Внутренних. У которых в магазине купишь. Посредине вот эта половина выбрасывать приходится. Так, сейчас мы проверим, насколько мякоть у нас. Ну, мякоть хорошая. Ничего с него не течет. Он, видите, значит, он весистый. Если бы он, его разломить. Если бы он был водянистый. С него бы все вытекло. Вот такая мякоть. Это ранний 83. Идеален вот в это время. Когда еще нет крупноплодных. У кого нет. Можно и на салат наистись. Потом, когда в крупняк пойдет. Идет в томатозаготовки. Все. Номер 29. Ранний 83. Сейчас я попробую ранний 83. Обычный томатный вкус. С ноткой кислинки. Сладости ошеломляющие в нем нет. Простой томат. В этом году такой же. Сладость не сильно. Чуть кислит. Даже не чуть, а как бы заметно кислит. Сейчас другую еще более спелую. Заметно кислит он у меня. Вкус все равно приятный. А вот этот открыла. Меньше кислит. Все равно кислинка явно чувствуется. Ну, я уже говорила вчера, когда готовила вот эти томаты по-корейски. Я говорю, что очень много блюд, для которых эта кислинка не минус, а только плюс. Для консервации для всех томатов, заготовок. Для закусок, где мы добавляем специи, ароматизаторы. Но зато так вкусно пахнет томатами. Прям свежий томат. И мясо нежное. Много в нем. Но кислинка. Если говорить про эти три сорта сибирских. Например, смотрите. Челнок, ранний 83 и янтарный. Конечно, как всегда, желтые томаты победили. Этот очень сладкий. И очень, знаете, как мне напомнило, что как бы для детей специально. Как детский какой-то. Как ягодки что ли какие-то. Я вот говорю, что как раз для диетического питания, для детского. Он же почти как черри. Черри всегда вкусный. Вот это второе место. Тут нет сильно сладости. Но и кислинка не явно выраженная. А у раннего 83 и плоды побольше, чем у челнока. И он помясистее. Но нота кислинки, вот в данном случае, вот сейчас у меня здесь, преобладает. Сладости, ну я не ощутила, если честно. Но все равно он хороший. Зато он красивый. Сладости, ну я не знаю. Сладости, ну я не знаю. Сладости, ну я не знаю.